Какой станок выбрать для использования в торговом центре? Лазер или алмазный гравер? Это вы можете сделать сами после того, как посмотрите это видео. Сегодня у нас представлены два станка. Magic 50, алмазный гравер по плоскостям и по цилиндрическим поверхностям. Кольца можно гравировать, цилиндрические поверхности, фляжки и так далее. И лазерный гравер GravMax. При гравировке на лазерном гравере происходит выгорание материала. При этом выделяются различные запахи, дым, угар. Сейчас мы посмотрим, как это происходит. И что будет, если вы будете использовать его в торговом центре. Станок Magic 50, у него происходит гравировка при помощи алмазного резца. Резца методом царапания. При этом никаких продуктов горения, никакого запаха не выделяется. Шум минимальный. Если у лазера забыть, когда он гравирует, звуки очень достаточно громко слышны. У этого станка минимальный. Проверим, что у нас получится здесь. Нажимаем длительно старт. И станок начинает гравировать. Тот же самый рисунок, который был выполнен при гравировке на лазере. На лазере с первого раза гравировка не до конца получилась. Поэтому мы повторим еще раз. Гравировку можно выполнять в присутствии клиентов на различных изделиях. Зажигалки, например. Адресники для животных. Брелки различные. Браслеты, например. Металлические. Это зажигалка. Вечная спичка. И бензиновая зажигалка. Все это можно выполнять. Гравировка прямо в присутствии клиентов. Макет готовится так же быстро. Жетоны военные. Итак, лазерный гравер уже закончил. У станка Magic. У него уже 75%. Он немного медленнее делает, конечно, чем лазер. Но плюсы свои есть, конечно. Использование алмазного гравера в торговом центре возможно. Если используете лазер, обязательно нужно использовать вытяжку для удаления продуктов сгорания, газов и дыма различного. И обязательно должен быть защитный экран для безопасности от излучения лазерного. В таком виде, как здесь сейчас он представлен, использовать его не рекомендуется. Либо нужно одевать обязательно защитное устройство на глаза, это очки. Либо экран ставится защитный полностью с удалением продуктов сгорания через вытяжку. Так, ну и у нас алмазный гравер Magic 50 закончил гравировку. Можно посмотреть, что получилось. Так, значит, вот она у нас гравировка алмазная. Блестящая. При попадании лучей света на такую гравировку, она вся переливается различными блестками. А лазерный гравер такую гравировку выполнить не сможет. И смотрим, какую гравировку выполнил лазерный гравер. Вот такая получилась гравировка. И вот алмазная гравировка. Блестящая, красивая гравировка. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы будем рады увидеть вас, рассматривать станки еще другие.